Астма Это астма, которая возникает вследствие неспособности организма справиться с информацией или какими-то переживаниями. Вот так, как, например, астма психического напряжения. На твоих глазах сбивают твою же любимую собаку. И ты начинаешь задыхаться. И ты задыхаешься каждый раз, когда вспоминаешь об этом. Или видишь прибегающую мем собаку. Или тебя ругают за то, что ты не выучил уроки. Или на тебя говорят, что ты плохой мальчик или девочка. И у тебя возникает состояние вот этого психо... Такого угнетенного состояния, и ты выдаешь приступ одышки. Это все лечится, но каждая астма, она не похожа на предыдущую. Понимаете, вот 245 детей, и у каждого свой аллергологический, анометический анамнез. У кого-то нужно подключать препараты, которые контролируют нервную систему, кому-то это абсолютно не нужно. Кого-то мы держим на базисной терапии всего 4 месяца, у кого-то 4 года подряд. У кого-то достаточно 3 месяцев прикрытия антигистаминами, вот в сезон цветения. Кому-то нужно постоянные месяцев 9 в году контроль аллергического воспаления. Все дети очень разные. И потом, ребенок 2 лет, ребенок 12 лет и 18, это 3 разных ребенка. Поэтому астма растет вместе с организмом. Триггеры, запускающие обострение, они меняются. Подпитка астмы, например, это пищевая и пыльцевая аллергия. Астма сформировалась, а потом пыленос смягчает или становится очень легким. Пищевая уходит совсем, а на первый план выходит физическое напряжение, усталость. То есть какие-то нарушения нервной системы. Ребенок с этим справляется, начинает заниматься спортом. И астма еще раз меняется. Остаются ОРЗ или, например, какие-то склоки в семье. Понимаете, вот триггерные механизмы, запускающие обострение, они меняются вместе с ребенком. Ребенок вырос и астма, выросла и изменилась. Ну вот смотрите, если возникает одышка, конечно. Потому что, во-первых, степень одышки, во-вторых, это профилактическое осложнение, в-третьих, это фиксация в амбулаторной карте. Эти состояния должны быть зафиксированы. Вот основное замечание к оформлению меддокументации, когда мы начинаем разбирать конкретный случай. Сформировалась астма, не сформировалась астма. Мама мне на приеме говорит, что у нее в течение года или последних двух лет ежемесячно возникают эпизоды одышки. А карта стерильная. Почему? Мама все это научилась делать в 2018 году. Она знает, как делать правильно. Значит, она за коррекцией дозы раз в год приходит. Она все как бы делает уже сама. И карта ребенка, особенно если это мальчик, получается стерильной. Никому не обращались, никого не показывала. Скорую не вызывает, потому что все делают сами. Дома не был лазер, у бабушки не был лазер. Кота выгнали. И получается, ребенок уже сформировал бронхиальную астму, о которой никто ничего не знает. Вот она раз там в два года приходит за коррекцией дозы или тактикой нового обследования и лечения в кабинет аллерголога. Но ведь это же неправильно. Поэтому получается, что если появилась одышка, пожалуйста, либо фельдшера на себя, либо врача на себя, либо ко мне на прием. Потому что только таким образом мы можем посмотреть. У нас это просто вот... Нам кажется, что одышка действительно одышка или одышка средней степени тяжести. Ведь приходят детки 13-14 лет, у которых одышка, например, 3-4 раза в неделю. И при этом совершенно мы это не можем никак доказать, потому что либо она ночная, либо она после урока физкультуры, либо она возникает, когда ребенок в школе устал, утомился на метеофакторы. И в этот период мы просто не успеваем вот этой сетью его показать врачу. Но если вы хотя бы будете появляться, ведь есть же объективные и субъективные факторы. И всегда можно что-то доказать. Вот чтобы не доказывать задним числом, что у нас все плохо.